Во многих регионах России тестирование школьников на употребление наркотиков в этом году будет обязательным. Что изменится в процедуре и как она будет проходить в тюменских школах, расскажет заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Зухра Исхакова. Зухра Гайнуловна, здравствуйте. Здравствуйте. А школы обязаны проходить, проводить, точнее, исследования? А школьники обязаны его проходить или нет? Я бы вот так вопрос не ставила. Дело в том, что практика проведения тестирования в городе Тюмени, в Тюменской области, ведется с 2001 года. Впервые это тогда провели. Результаты были уже тогда убедительными. Необходимо для того, чтобы предупредить, остановить, объяснить молодым людям, что обращение к психоактивным веществам, употребление психоактивных веществ опасно для жизни. И поэтому вот так вот ставить вопрос, что это корректно-некорректно проводить или не проводить, я бы уже давно, я бы уже перестала вообще этот вопрос рассматривать. Тем более, что в законе, в 120-м законе, об организации профилактики безнадзорности и правонарушений, там ведь уже внесена статья, поправка вот в этот закон, внесена в прошлом году, и там говорится о проведении социально-психологического тестирования, а регионы уже сами определяют, как они это будут проводить. А в нашем регионе практика отработана. Вот что-то изменилось за 13 лет? Ну, как обычно, 9-й, 10-й, 11-й классы, я говорю о школах, потому что я говорю именно об этом контингенте обучающихся, участвуют в тестировании 9-й, 10-й, 11-й классы. А вот ребята с 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х, они еще будут проходить социально-психологическое тестирование. Вот новинка в этом году – это опросник, который будет запущен, и уже психологическую сторону будут изучать, смотреть, есть ли склонности у детей, с кем надо индивидуально поработать, с кем выстроить индивидуальную программу профилактики, а может быть уже и реабилитации, потому что, к сожалению, многолетняя практика рекламы, она привела к тому, что дети спокойно смотрят на употребление спиртных напитков, распитие пива, курение, табакокурение. Вот, так что здесь нужна работа, специальная профилактическая работа. Ну вот по поводу социального тестирования, да, вот этот тест на 140 вопросов, он попал в интернет, его выложили на общественное рассмотрение, и очень много вопросов и шуток вызвали некоторые вопросы теста. Я вот зачитаю. Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты предпочел бы быть одинокой величественной сосной на верхушке утеса, яблони во фруктовом саду, либо, не знаю, ну вот что выявляет этот тест? Вы знаете, это же психологический аспект. Это надо говорить с психологами, что он выявляет. Поэтому я комментировать не буду, поскольку вот в данный момент я не специалист. И надо говорить конкретно со специалистами, психологами. А проверять будут наши тюменские врачи, наши тюменские психологи? Это будут психологи, это тестирование социально-психологическое, и поэтому результаты уже будут подводить психологи. Ну вот, насколько я знаю, ребенок должен дать согласие на прохождение этого теста, на проведение обследования. А есть дети, которые отказываются? У нас бывают случаи, когда отказываются проходить тестирование, различные виды диагностики и тестирования. А как из-за чего? До 15 лет согласие дают родители, а с 15 лет ребенок самостоятельно принимает решение проходить ему тестирование. Вот если ребенок отказался, то что дальше с ним происходит? Вы либо как-то, школа сообщает родителям, что ребенок отказался проходить это? Нет, это если ребенку исполнилось 15 лет, он принимает решение, он не проходит тестирование. Но ведь разные виды работы есть с ребенком. Можно ведь, не отвечая на этот тест, можно с ним переговорить. И понять. Да, и наблюдение, и беседа, и консультирование могут показать, есть проблема у этого ребенка или нет. С этим же работают узкие специалисты. Поэтому, ну, если будут такие случаи, все равно с таким ребенком будут работать. Его, изгоем его не будут обозначать, наказывать его за это не будут. Но работа будет продолжаться. Ну вот допустим, что ребенок дал согласие, да, и у него что-то нашли. Ну, как-то вот так вот получилось. Что дальше будет с ребенком? Его будут ставить на учет, либо сообщать родителям? Это индивидуальная работа идет. Если у ребенка, ребенку до 15 лет, конечно же, индивидуальная профилактическая работа с ним будет спланирована. И, конечно же, сюда будут вовлекать родители, потому что родителю надо объяснить. А после 15 лет? Ребенок-то живет в социуме, там же очень большой круг общения. А семья – это основная ячейка, которая воспитывает ребенка. А получается, после 15 лет родители не будут? Нет, после 15 лет с ребенком уже будут проговаривать. Есть ли необходимость, возможно ли побеседовать с родителями и надо ли сообщать это родителям? Да, это уже самостоятельно. Это тоже по закону. Ну что ж, будем ждать результатов. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Зухра Исхакова. Запись беседы ищите в группе «Утро» с вами ВКонтакте или на сайте tumentime.ru.